Он вторым стал. И будет интересно посмотреть этот Шираев тоже молодой такой нападающий. Амбициозный спортсмен. И поэтому здесь тоже, как говорится, молодость и опыт. Мы видим, как местная публика приветствует Суслан Рамонова. Он, конечно, любимчик публики. Национальный герой своей республики. Посмотрим, после такого длительного перерыва на столь таких важных турниров, что победит, молодость или опыт. Мы видим настрой Суслана Рамонова. Рискнете сказать прогноз об Лурашид? Ну, я никогда не любил делать прогнозы. Поэтому борцы всегда говорят, кавер покажет. Ну и посмотрим. Начинает раздергивать Суслан Рамонов. Вот, вроде уверенно, начинает Рамонов. Северный призер первенства мира. Победитель первенства России. Северный призер международного турнира Ауане 2018 года. Многие думали, что Суслан перейдет весовую категорию выше после того, как он долгое время боролся в 70 килограмм. Думали, что он перейдет в 74, но решили с тренером. Я тоже думал, что ему будет тяжело гонять на 65, потому что он тогда еще на Олимпиаде, когда гонял, он очень тяжело гонял. И поэтому, тем более, я думал, после Олимпиады он еще набрал, и гонять ему будет тяжело. Ну, видите, сейчас... Они предприняли решение с его и с моим тренером Анатолием Маргиевым. Ну, он профессионал своего дела. Он лучше знает, что ему лучше. Поэтому сейчас, во дворе 21 век, есть любые... Диеты. Диеты, там, гиетологи. Поэтому, вот, бойцы у нас гоняют по 15-20 килограммов, поэтому для борца гонять килограмм 7-8, это, думаю, не проблема. Мы видим, включили на табло 30 секунд Шираеву-Курбану. Если в течение полуминуты он не сможет взять бал, то уже будет бал в пользу Суслана. Да, есть такие правила борьбы. Пытался с Рамонова провести прям до конца недовелым. Но все-таки 1-0 в пользу Рамонова. Остается минута, дорогие друзья, до окончания первого периода. Очень такая вязкая борьба. Отключают друг друг кисти. Низкая стойка. В данном случае очень трудно брать балы, производить какие-либо приемы. Насколько мы знаем, на тренировках все получается. А когда соревнования упирается спортсмен... Тем более, когда уходит против олимпийского чемпиона, на них даже любой спортсмен настраивается по-другому. Поэтому я по себе знаю, как это тяжело. И олимпийским чемпионам намного тяжелее. Например, когда ты становишься чемпионом, намного тяжелее уже дальше бороться. По-другому настраиваются на тебя, правильно? Все настраиваются на тебя, по-другому, да. Вот и очередные 2 балла. 3-0 в пользу Сослана. Уже остаются считанные секунды. Не хватит, наверное, времени ему произвести его коронный накат. Да, шот первый период заканчивается 3-0 в пользу Рамонова. Ну что ж, первый период. Пока опыт побеждает. Преимущество альбийского чемпионата обведет 3-0. Видим яркие моменты первого периода. Хочется отдать должное молодому спортсмену. Шираеву Курбану. Но, как вы говорите, настраиваются по-другому на олимпийских чемпионов. Было ли вам легче, Амдул Рашид, бороться до того, пока вы стали олимпийским чемпионом? Конечно, было. Я на соревнованиях проводил любые приемы. Потому что меня никто не знал. Не ожидали, что я буду делать те приемы. У меня получались имелицы. Я делал кочергу. Такие приемы делал. Но уже когда... Вас уже знает весь мир. Да, весь мир. Они уже все изучают, смотрят видео схваток. Поэтому уже... Ну, приходится на треноках работать в два раза больше. Вот у нас начинается сейчас второй период. Пока что 3-0. Курбану Ширееву нужно что-то предпринимать. Разумеется, это очень тяжело. Брать балл у олимпийского чемпиона. Вот такого столь опытного. Тем более, когда Суслан Рамонов находится в родных стенах, в домашних. Да, как говорится, дома стены тоже помогают. Как не вам знать, когда вы боролись в Каспийске на чемпионате Европы, насколько я помню, весовой категории до 92 килограммов. Да, я боролся. Было больше волнений от того, что ответственность огромная? Или поддержка чувствовалась? Ну, больше... Ну, я знал, что если я проиграю, болельщики меня это не простят. У вас не оставалось выхода? Да, поэтому вот это тяжело было. Видимо, остается полторы минуты. И вот Рамонов проходит, пытается пройти в ногу. Влесная завязка очень... Пытается сделать обратный прием Курбан Шираев. Судья поднимает стойку. Такой шот не изменился. 3-0. Осталось чуть меньше полторы минуты. В данном случае молодец Услан, потому что выигрывая... Не с большим счетом, но выигрывая, делает сам атаки, проходит, пытается нарастить преимущество. И, наверное, после того, как уже на табло будет идти время меньше минуты, уже будет тактика отстоять. Дождаться окончания времени. Сослан Рамонов очень грамотно, тактически ведет эту схватку, безусловно, экономит энергию. Еще раз напоминаю, что он давно не боролся. И это позволяет ему сейчас, как говорится, быть максимально сконцентрирован. Тем более, что идет последняя минута. Полминуты остается. Шираев все предпринимает, лишь бы взять хотя бы один балл. Ну вот. Сейчас сделано в замечании борцу в синем трехоза уклонение от борьбы. Продергивает, продергивает, но никак не получается. У Шираева. Ну и, скорее всего, такой счет у нас и останется, если не случится никакое чудо. А здесь уже есть. 3-0, дорогие друзья. Сослан Рамонов. Уважаем Сослана Рамонова. Видим, как местная публика поддерживает его, любит. Можно сказать, с возвращением, что Сослан это такая неплохая заявка перед Олимпийскими играми, потому что я очень рад за этого человека, так как преследовало его огромное количество травм. Три года мы его ждали. Я знаю, какие у него были травмы после Олимпиады. Он никак не мог вернуться. Он уже к ближайшей Олимпиаде проявил себя. Уже второй чемпионат, уже стал чемпионом. Ну, должное надо отдать и Шираеву. Он как мог старался.